МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Парятся или нет? Когда заработают общественные бани на Семена Середы? Миллиард 200 в трубу. Власти Рязани вместе с прокуратурой проверят обоснованность тратного Рязанской ТЭЦ. Интерактивный патриотизм. Патриоты представили в здании кинотеатра «Родина» на экспонаты Великой Отечественной войны и необычные 3D-проекции. В приватизации муниципальных объектов, в том числе работающие турбины, принадлежащие городу, прокуратурой Рязани найдены нарушения. Миллиард 200 миллионов рублей на новый агрегат руководство Новой Рязанской ТЭЦ потратило необоснованно. Об этом журналистам на специальном брифинге в городской мэрии заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. По его словам, попытка уменьшить участие городских властей и в управлении ТЭЦ – повод для судебного разбирательства. Кроме того, речь шла и об обоснованности тарифа на теплоэнергию. Максим Васильев продолжит. Вся эта шумиха, которую пытается поднимать руководство Новоризанской ТЭЦ – блеф и попытка расставить фальшивый акцент. Это сразу станет ясно, если взглянуть на финансовое сальдо тепловиков за последние несколько лет. Цифры – вещь упрямая. И даже подключение сбитых летчиков советской журналистики здесь явно не поможет. Короткая справка. 2015 год. Аналитика. ТЭЦ получила выручку 5 миллиардов рублей. Прибыль 143 миллиона чистую. Уплатила арендной платы в город за используемое имущество 25 миллионов рублей. 2016 год. ТЭЦ выручку получила уже 5,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль у ТЭЦ, у Новоризанской ТЭЦ – 522 миллиона рублей. Город заплатила арендной платы в ноль. Вам не кажется странным почти четырехкратное увеличение прибыли? У них что, резко повалил золотой дождь? Очень похоже. И мы даже предполагаем, откуда эту тихую оккупацию муниципального имущества теплоэнергетики начали еще 6 лет назад. Из договора аренды с городскими властями стали исчезать объекты. Где-то поменьше, где-то совсем крупные. На сегодня, по словам заммэра Владимира Бурмистрова, выведено уже 176 позиций. Котлы, насосы, паропроводы якобы износились. 13 из них, между тем, приватизировали, включая мощный турбогенератор ТВС-30. Ну и подняли все эти объекты, проанализировали их. Ну, среди них обратили внимание на один из крупных объектов, на турбину с генератором номер 4 ТВС-30, которая была приватизирована в 2016 году. Механизм простой. Сначала было уведомление о выводе из эксплуатации, потом выход на приватизацию, выбрасывание данной турбины, которую потом оказалось, что у нее был парковый ресурс, что она рабочая была. На место старой турбины установили новую за миллиард 200 миллионов. Причем, обратите внимание, собственных денег Новорязанская ТЭЦ не потратила ни копейки. Все взяла через повышение тарифов. В общем, у населения, у вас, уважаемые рязанцы. Что же касается ветхого турбогенератора, то его продали за 2 миллиона 400 тысяч. Что, простите? Даже по объявлению ТВС-30 1970 года выпуска, сегодня торгуют за сумму на порядок выше. Резонный вопрос. А разница-то где, товарищи арендаторы? Или уже хозяева? Все эти кивоки на изначальный тариф в 814 рублей и его наценкой в тысячу попытка увести общественное мнение в сторону. Как будто в Новорязанской ТЭЦ не знают, что такое магистральные сети и сколько нужно ресурсов, чтобы разогнать тепло по трубам. Это 535 километров тепловых сетей. 535 километров. Из них 125 километров магистральных тепловых сетей. О чем это говорит? Это говорит о том, что диаметр трубопроводов от метра, то есть 1000 миллиметров, до полуметра. Это серьезнейшие сооружения. А также 407 километров внутриквартальных тепловых сетей. Для того, чтобы тепло пришло в каждый рязанский дом, его разгоняют 12 насосных станций. Их обслуживание – тоже часть тарифа, которую используют по назначению. А вот производители считают, что именно они в угоду собственных интересов могут решать единолично. И если что-то не так, просто в наглую, что называется, перекрывать клапан. Накануне отопительного сезона. В 2010-м такой шантаж пресекла прокуратура. В этот раз тоже. И без ее глубокого погружения, похоже, снова не обойтись. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Около сотни человек собралось в минувшую пятницу возле банного комплекса на улице Семена Середы. Люди волновал вопрос, заработают ли здесь снова общественные бани. Сейчас они закрыты. Проверка показала, что в прошлом году договор аренды комплекса с прежним арендатором заключен с нарушениями антимонопольного законодательства. Любители бани изрядно напуганы. Комплекс, куда они приходили попариться с семьей и друзьями, который месяц закрыт. Для многих людей, живущих в частных домах, баня была не развлечением, а возможностью просто помыться. Это очень и очень несправедливо. Если в войну бани работали, то в мирное время бани закрываются. Грибоедово закрыли, на Семеной Середы закрыли. Я в эту баню лично, вот с мужем мы ходим с 1994 года, уже почти 26 лет. И всегда баня работала, и всегда люди получали здесь какое-то удовольствие, оздоравливались. Ходить еженедельно в эту баню для многих было действительно настоящей традицией. Старожилы помнят те времена, когда баня только начинала работать. Я посещаю эту баню с 1970 года. На протяжении всего этого периода времени у меня оставалось только положительное впечатление о данной бани. Ну, баня есть на Гоголе, но там уже, так сказать, сложившиеся традиции. Ходят постоянно там бригадами по 15 человек и прочее. И когда кто-то туда приходит посторонний, просто невозможно туда втиснуться. Известно, что закрылся банный комплекс после камеральной проверки, проведенной контрольно-аналитическим управлением в 2019 году. Тогда выяснилось, что договор с прежним арендатором ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства. Он также не проходил согласование в администрации Рязани. Договор был экономически невыгодным для города. Ежемесячная стоимость аренды составляла 60 тысяч рублей сроком на 10 лет. Арбитражный суд признал этот договор недействительным. Люди заволновались. Очень жалко, если уберут баню. Хотя говорят, что на Гоголе хорошо. Но на Гоголе она намного хуже, чем она здесь. И поэтому людям, делаются ли люди, ну столько людей отдыхают. Кто-то не в состоянии отдыхать в хороших местах. Я поэтому считаю. И пришел поддержать людей и высказать свое мнение. Что жалко, если бани здесь не будет. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, к любителям бани. Разведить все слухи про то, что баня никогда не заработает, что здесь не ведутся никакие работы. Хочу вас уверить, что в настоящее время муниципальное предприятие, муниципальный коммерческий центр ведет все работы согласно федерального законодательства по выбору арендатора. Арендатор определится уже в этом году, в конце этого месяца. Аукцион должен состояться 22 декабря. Тогда для банного комплекса определят арендатора. Он будет обслуживать здания и коммуникации. Конечно, следить за тем, чтобы люди были довольны качеством услуг. Хотелось бы отдельно отметить, что социальную направленность банный комплекс не потеряет, а наоборот только будет расширять спектр услуг, временные отрезки, где люди, имеющие льготы, смогут воспользоваться банным комплексом. Его направленность будет ориентирована на, повторюсь, любителей бани, на семейный отдых и на здоровый образ жизни. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. В мужском и женском залах сделают косметический ремонт, заменят мебель, отремонтируют техническое оборудование или модернизируют его. К этим работам приступят сразу после оформления необходимой документации. Ориентировочный момент открытия бани – это начало весны 2021 года. Когда люди уже могут полноценно ей пользоваться, я думаю, что будут приятно удивлены изменениями в банном комплексе. В администрации заверили, что ситуацию держат на контроле и что обновленный банный комплекс порадует горожан. Все льготы в нем будут сохранены и даже расширены. Что ж, весной проверим. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Главном управлении МЧС России в Рязанской области состоялось совещание. Основная тема – меры по стабилизации обстановки, связанные с возможными пожарами в районах Рязанской области. В течение всего этого года сотрудники МЧС проводили рейды с населением. Напоминали о важности соблюдения правил пожарной безопасности, рассказывали о том, как действовать во время пожара. Особое внимание уделялось работе с многодетными семьями. Они под пристальным вниманием сотрудников МЧС. В настоящее время 9 многодетных семей оснащены автономными пожарными извещателями за счет муниципального бюджета. Работа в данном направлении продолжается. Александр Савуков, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России в Рязанской области, получил отчеты из районов области о проделанной работе. Во время видеоконференции инспекторы рассказали о мерах, которые были приняты против возникновения пожаров. После этого Александр Савуков дал поручение по дальнейшей работе с многодетными семьями и гражданами, которые ведут асоциальный образ жизни. Организовать контроль и отчетные материалы, фотоматериалы, все анализировать, аккумулировать и установленным порядком к 31 числа мне рапортом доложить о проведении данных мероприятий. Сотрудники МЧС регулярно посещают семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также одиноких пенсионеров. Они проверяют, как эксплуатируются отопительные печи. Инспекторы проводят профилактические беседы и вручают специальные памятки о правилах пожарной безопасности. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Необычное решение для своей выставки нашли представители патриотических организаций Рязани. В здании бывшего кинотеатра «Родина» они собрали экспонату сразу нескольких профильных клубов. Здесь есть и довоенный автомобиль, и реальные каски бойцов Великой Отечественной, и даже пушки и минометы. Правда, в несколько современной трактовке. Если мы посмотрим вообще реально от мотоцикла, он отличается особенно сильно от этой передней вилки. Потому что если это обычно напрямую крепится к стойкам, к опорам, то здесь еще спереди есть дополнительное, но как раз для повышения проходимости по бездорожью. Руководитель патриот-центра Никита Кузьмин, кажется, знает об этих экспонатах практически все, включая мельчайшие детали. Реальные каски с пулевыми отверстиями, осколки мины снарядов, танки, пушки, минометы. Вернее, их 3D-проекции на таких вот вентиляторах. Самый страшный, в принципе, обстрел – это минометный, потому что после артиллерийского обстрела остаются воронки, в которые может на нас лучшее спрятаться. А после минометного обстрела, если ты заранее не выкопал око по себе, тебе деваться некуда. Еще одна интерактивная опция – возможность побыть Егоровым или Контария и водрузить флаг над Рейхстагом. Виртуальная экскурсия знаменосцы Победы через VR-очки переносит в Берлин 45-го. В другую реальность и побывать можно во всех точках Рейхстага, где развивалось Красное Знамя. То, что мы сейчас здесь видим, это результат совместной работы поискового движения России регионального отделения. Они предоставили находки поисковых экспедиций с мест боев. Это военпатический клуб имени Федора Политаева, который предоставили образцы техники, стилизацию определенную, объекты материальной культуры того времени. С нашей стороны предоставлена также выставка акции «Эстафета Победы». Пока что из-за коронавируса музей принимает группы только по предварительной записи. В основном по субботам и воскресеньям. Экскурсия примерно минут 40. Абсолютно бесплатно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ремонт дорожной и строительной техники можно доверить только мастерам своего дела. Группа компаний «Альянс» каждый день производит ремонт порядка 5-6 единиц техники, при этом обеспечивая весь спектр ремонтных работ. На данный момент проводим ремонт техники дорожной, строительной техники. Также осуществляем мойку этой техники и обеспечиваем бесперебойную работу нашей службы. Обслуживаем мы здесь скани, маны, камазы, мазы и всю строительную и дорожную технику. В нашей ремзоне 6 слесарей, 2 мойщика, мастер-приемщик, колдовщик и 2 механика. Через нашу службу ежедневно проходит по 5-6 автомобилей скани. Мы проводим регламентированное ТО и подготавливаем технику для выезда на объекты. Ежедневно к нам приходит порядка 5 машин, и мы их выпускаем на линию без задержки. Бывают очень серьезные поломки, но благодаря нашим специалистам, слесарям, мы стараемся это все сделать в кратчайшие сроки. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова